Жены офицеров Трудной судьбою вы обожжены Дай вам Бог надежды и любви и веры Женам офицеров так они нужны Когда началась моя жизнь, началась моя любовь, искренне в сердце родилась к русской песне Потому что я выехала за пределы города, я выехала в Липецкую область, как сейчас я помню И мы приехали с ребятами в село, на хутор Буквально 6 домов, 4 дома были жилые, остальное все было уже потихонечку вымирающее Нам открыла дверь бабуля, у которой были такие светлые глаза И она говорит, боже мой, опять студенты что ли Ну мы так, ну да, вот мы приехали, диктофончиком бы нам было записать, а то же нам надо сдать Это все народное творчество Но я очень разочаровалась поначалу, потому что бабуля начала пить Верку-сердючку Но у нее был телевизор, у нее всего было два канала Вот, я думаю, нормально вообще Я сейчас тут приехала, послушайте аутентичный фольклор, а тут, значит, у меня водолим такое И мы поняли, что, значит, просто так нам бабуля не взять Значит, надо доставать пироги, конфеты, чаепитие устраивать Потому что бабуле нужно было общение, нужно было выговориться Потому что она общалась только с природой, она одна там жила И вот тут, когда в процессе нашей беседы Через три часа человек открывается И она начинает исполнять песни, произведения Я не знаю, как это назвать, духовные какие-то стихи Она начинает потихонечку вспоминать, когда она провожала свою мужную войну Когда она потеряла сына То есть, человек начинает, то есть, у меня так, сначала было сомнение Думаю, она сейчас играет или она вообще, или чего сейчас происходит Почему она начинает плакать, она начинает заходиться У нее как то, чем у нас обучают в театральном вузе То есть, вы должны, там, значит, четвертая стена по Станиславскому Все это должны А фильм это делает естественно То есть, это ее образ жизни И она это начинает вспоминать То есть, мурашки по коже, это мало сказать То есть, мы начинаем всем курсом сразу тут же вместе с ней реветь Парни, девчонки, тут, ну, энергетика была такая Прям верю, правда верю И, на самом деле, что сейчас обидно, что, к сожалению, уже этих бабушек не остается И они все помирали И людей, наверное, которые собирают эту музыку Тоже, к сожалению, становится все меньше и меньше Потому что это все меньше и меньше востребовано И, конечно, когда ты видишь, почему человек Многие спрашивают, почему однородные песни вдруг неожиданно такие большие Но, я говорю, вы представьте, что ей делать Она вышла из своего дома Пока она дойдет до своего поля Она 48 куплетов споет Причем повторяя последнюю строчку Все время, чтобы не забыть Все идет с исключительным естественным человеческим процессом Она работает, она поет, она укладывает спать, она поет Она... Если мужа... Ну, она частушку мужа такую, что ее мама тоже не покажется То есть все это как-то очень естественно И, в основном, все это связано с природой Но народная культура у нас сейчас заканчивается Потому что, в первую очередь, это является культура деревенская Все-таки изначально И сейчас все деревни у нас позакрывались Все едут в Москву деньги зарабатывать Все хотят стать богатыми И не очень счастливыми Потому что деньги, они не приносят Самое главное, они не приносят счастья Вот, собственно говоря, так, наверное, и происходил Мой процесс обучения Потом были различные конкурсы Были телевизионные проекты На которые тоже, точнее, я попала И тоже была белой вороной И всегда члены жюри говорили о том, что... И понимали меня И как-то это, наверное, было не формат Все время пытались меня раздеть Надеть на меня опять-таки стразы Мини-юбку Сделать очередной Юлий Ковальчук И, собственно говоря, я стояла Старалась стоять на своем Чему очень рада Потому что, на самом деле, я могу сказать, что я счастлива в своей профессии Потому что мне не надо отказываться от каких-то своих моральных принципов Мне не надо исполнять музыку, которую я не люблю И это приносит мне материальный доход Поэтому, наверное, вот в профессии Конечно, рано еще говорить Не совсем стара Но, наверное, я могу сказать, что я счастлива в своей профессии И очень довольна тем, что, может быть, потихонечку, но все-таки сердца наших продюсеров Они растапливаются и открываются в сторону все-таки нашей национальной культуры Клево, я минут 15 сейчас говорила Вот, поэтому, если у вас есть какие-то там вопросы, может быть, заколыть